Лексика русского языка Лексика русского языка Лексика русского языка делится на группы в зависимости от значения слов на однозначные и многозначные. Слова в русском языке могут иметь несколько значений. Например, слово «край» имеет несколько значений. Первое значение – это предельная линия чего-либо. Также есть еще одно значение – родина. Например, «мой родимый край». Третье значение – административно-территориальная единица – Краснодарский край. Такие слова называются многозначными. В русском языке большинство слов многозначные, но есть и слова, у которых только одно значение. Такие слова называются однозначными. В основном это названия растений, животных, рыб, береза, воробей и так далее. Или это могут быть термины «молекула», «постфикс», «числительные» – «два», «пять», «шесть» или другие слова. Например, «алтын», «кашель» и другие. Таким образом, однозначные слова – это слова, которые имеют только одно значение, многозначные слова, которые имеют несколько значений. Значения многозначных слов связаны между собой или по схожести, или по смежности. Например, «шляпка-гвоздя». Называют ее так, потому что она похожа на шляпу. Или, например, слово «гардероб». Гардероб – это помещение для хранения вещей. Например, «сдать вещи в гардероб». И «гардероб» – сама одежда. «Обновить гардероб». Эти слова называются многозначными. Среди значений многозначных слов различают прямое и переносное значения. Прямое значение – основное лексическое значение слова, непосредственно связанное с явлениями объективной действительности, предметами, признаками предметов, действиями, количеством и так далее. Переносное значение слова возникает в результате переноса прямого значения с одного явления на другое. Переносное значение может формироваться Первое – за счет сходства по форме, качеству, свойству. Например, хвост у животного, хвост у самолета – за счет сходства по форме. Второе – на основе временной, пространственной, логической смежности. Третье – по функции. Слово в переносном значении мы воспринимаем через другой образ. Например, железный характер – это характер твердый, как железо. Ледяной взгляд – взгляд холодный, как лед. Солнечное настроение – настроение яркое и бодрое, радостное, как солнце. Также, в зависимости от смысловых связей между словами, лексика делится на следующие группы. Это амонимы, антонимы, синонимы и паронимы. Что такое амонимы? Ому с греческого одинаковый, онима с греческого имя. Одинаковое имя. Это слова одной части речи, которые пишутся и произносятся одинаково, но имеют разные значения. Например, коса. Коса – это орудие труда. И коса – это заплетенные волосы. Или лук – это овощи, и лук – это оружие. Но самое главное – нельзя путать амонимы и многозначные слова. Они очень похожи между собой. Например, есть у нас нос человека и нос корабля. А также есть лук – оружие и лук – овощ. И в первом случае, и во втором у нас слова пишутся и произносятся одинаково, но имеют разное значение. Так чем же они различаются? Нос человека и нос корабля имеют схожесть. Между ними есть связь. Связь, которая существует между всеми значениями многозначного слова. Лук – оружие и лук – овощ никакой связи между собой не имеют. Обратите внимание, нос корабля чем-то напоминает нам нос человека. Значит, здесь значение двух слов имеет связь схожести между собой. А лук – оружие и лук – овощ, никакой связи между ними нет. И еще одно. Как я уже говорила, у многозначных слов есть прямое значение и переносное. А у амонимов оба значения прямых. Давайте рассмотрим следующий тест. Какая пара слов является амонимами? А. Пилить доску, пилить мужа. Б. Северная область – область науки. В. Пар горячий – несколько пар обуви. И. Г. Рукав рубашки – рукав реки. Рассмотрим все варианты. Пилить доску – это в прямом значении. Пилить мужа – переносном. Значит, это многозначные слова. Это неправильный вариант. Северная область и область науки схожи. Оба варианта означают часть. Северная часть или часть науки. Это тоже многозначные слова. В. Пар горячий – несколько пар обуви. Пар горячий – это вода в газообразном состоянии. Несколько пар обуви. Слово пара означает количество. Между ними нет никакой связи. Оба варианта в прямом значении. Это и есть правильный ответ. Амонимы. И. Г. Рукав рубашки – рукав реки. Рукав реки по своему виду чем-то напоминает рукав рубашки. Поэтому между ними есть схожесть. А значит, это тоже многозначные слова. Таким образом, правильный ответ – ответ В. Давайте рассмотрим еще один пример. Среди многозначных слов оказался амоним. Найдите его. А. Происхождение мира. Б. Чемпион мира по шахматам. В. Мир животных. Г. Заключить мир с Японией. Рассмотрим все варианты. Происхождение мира – это происхождение планеты. Чемпион мира по шахматам – это чемпион по шахматам на всей планете. Мир животных – это животные на всей планете. Получается, что первые три варианта имеют связь. А значит, это многозначные слова. Четвертый вариант – заключить мир с Японией. Слово мир означает дружба. И значит, это и есть амоним. Правильный ответ – Г. Заключить мир с Японией. Амонимы тоже делятся на группы. Это лексические амонимы, омографы, омоформы и омофоны. Что значит лексические амонимы? Лексические амонимы – это амонимы одной части речи, которые полностью совпадают и в написании, и в произношении во всех формах. Например, ключ. Ключ музыкальный, ключ от двери и ключ родник. Это лексические амонимы. Амоформы совпадают только в какой-то конкретной грамматической форме. Если мы меняем форму, они перестают быть амонимичными. Например, три совпадают только в двух формах. Первое – это три в именительном падеже и три в повелительное наклонение глагола. Например, три карандаша – это числительное, три, и три сильнее – это повелительное наклонение глагола. И еще есть, например, подойти к трем часам – это числительное, и мы усиленно трем – это глагол. Следующая группа – это омофоны. Ом – одинаковый фон и звук, значит, у них одинаковое звучание. Например, развивать от слова развитие пишем через «и». Развивать от слова развеет пишем через «е». Но произношение у них одинаковое. Развивать, развивать. Развивать спорт в стране, развивать знамени. Или, например, леса от слова «лес» во множественном числе. И леса – это животное. Омографы. Омо – одинаковое, графу – пишу. Значит, у этих слов амонимичное написание. Но они различаются по произношению. Например, гвоздики – гвоздики, кружки – кружки и так далее. Следующая группа – это синонимы. Синонимы – это слова одной и той же части речи, схожие по своему значению. Или близкие по своему значению. Иногда они различаются только стилистической окраской. Например, муж – супруг. Большой – огромный. Белый – светлый. И так далее. Синонимы могут состоять из нескольких слов. В этом случае несколько одинаковых по значению слов образуют синонимический ряд. Синонимический ряд может состоять как из однокоренных синонимов, так и из разнокорневых. Например, лик, лицо, морда. В каждом синонимическом ряду есть главное опорное слово – доминанта. Доминанты в синонимическом ряду является самое главное опорное слово. Это слово самое стилистически нейтральное и имеет широкий спектр употребления. Например, в синонимическом ряду большой, огромный, громадный, великий и так далее доминанты будет слово «большой». Самое стилистически нейтральное слово, которое подойдет к любому определению. Или, например, в синонимическом ряду глаза, очи, гляделки, шары. Доминанты являются слова «глаза». Следующая группа слов – это антонимы. Антонимы – это тоже слова одной и той же части речи, но противоположные по значению. Например, белый, черный, добро, зло, день, ночь и другие. Но не все слова русского языка имеют противоположное значение, а значит антонимы. В основном это названия предметов. Например, стул, стол, диван, дом, человек и так далее. Антонимы бывают однокоренными и разнокорневыми. Однокоренные образуются при помощи приставок «не», «анти», «без». Например, красивый, некрасивый, опасный, безопасный. Разнокорневые – это антонимы с разными корнями. Ночь, день, белый, черный и другие. Кроме общеязыковых антонимов, которые еще по-другому называются лексические, существуют контекстуальные или авторские антонимы. Давайте рассмотрим на примере произведения Пушкина Евгений Онегин. «Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламя». «Волна и камень» – это контекстуальные, авторские антонимы, которые без этого контекста перестают быть антонимами. Еще одна группа – это паронимы. Паронимы – это слова одной и той же части речи, схожие по звучанию, написанию, имеющие один корень, но разное лексическое значение. Например, «одеть», «надеть», «эффектный», «эффективный», «дипломат», «дипломант», «косный», «кослявый», «жесткий», «жестокий». Паронимов в русском языке насчитывается не так уж много, но недооценивать их значения нельзя, потому что смешение паронимов приводит к речевым ошибкам. Например, «эффектная девушка», «эффективное лекарство». В случае смешения это будет речевая ошибка. Давайте рассмотрим лексические ошибки, связанные с употреблением паронимов. Например, «одеть» или «надеть». Эти два слова встречаются очень часто. Некоторые считают, что между ними нет никакой разницы, что «одеть кольцо», что «надеть кольцо» – все одинаково. Но это не так. Глагол «одеть» обозначает действие, которое производится кем-то по отношению к кому-то. Например, «одеть ребёнка», «одеть куклу». К глаголу «одеть» можно поставить вопрос «кого». «Одеть кого?» – братика. «Одеть кого?» – девочку. Глагол «надеть», в отличие от глагола «одеть», обозначает действие, которое направлено на самого себя. «Надеть новый костюм», «надену я что-нибудь потеплее». Итак, запоминаем. Надевают что-то на себя или на что-то другое. А вот одевают кого-то и одеваются сами. «Я оденусь», «я надену платье». «Я одену братишку», «я надену на братишку пальто». В зависимости от употребления слов слова русского языка делятся на общеупотребительные и слова ограниченного употребления. К общеупотребительным словам относятся слова, понятные всем русскоговорящим людям, вне зависимости от их профессии, возраста, социального положения. Например, такие слова, как «мать», «отец», «небо», «земля», «вода», «книга», «дорога», «лес» и так далее. К словам ограниченного употребления относятся диалектизмы, жарганизмы и профессионализмы. Диалектизмы – это слова, употребляемые жителями одной местности. Например, «кочет», «петух», «хата», «дом», «буряк», «свёкла», «гутарить», «говорить», «курень», «изба», «зубарь», «спорщик». Профессионализмы – это специальные слова, употребляемые людьми преимущественно одной профессии. Например, в речи плотников для названия инструментов употребляется слово «медведка» – столярный двуручный инструмент. В речи журналистов есть такие слова, как «накладка», «ошибка», «полоса», «колонка», «утка», «обман». В речи моряков склянка означает полчаса, кок – повар. В речи режиссёров раскадровка – это последовательность рисунков фильма. Слова, обозначающие научные понятия, называются терминами. В математике есть такие слова, как слагаемое, вычитаемое. В лингвистике есть такие слова, как фонетика, орфоэпия, графика. Также к словам ограниченного употребления относятся жорганизмы. Жорганизмы – это группа слов, употребляемых людьми, связанных между собой социальным положением. Существуют уличные жорганизмы, бабки, тачка, косарь, молодёжные жорганизмы. Лайк. Если вам понравился наш видеоурок, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Чувак. Эй, чувак! Чувак! Рамс. Вы чё, рамсы попутали? Стукач. В нашей команде появился стукач. Тюремные жорганизмы. Редиска. Нехороший человек. Редиска. Гоп-стоп. Гоп-стоп. Мы подошли из-за угла. Лысый. Властью данной мне штатом Мэйн подсудимый приговаривается к двум пожизненным срокам тюремного заключения. Студенческие жорганизмы. Общага, степуха, училка, ботан, универ. Жняка снежная, жизнь общажная. Русский язык находится в постоянном движении, развитии. В нём появляются и закрепляются новые слова. Или наоборот, устаревают и забываются старые слова. Таким образом, лексика делится на неологизмы и устаревшие слова. Неологизмами называются новые слова, которые появились сравнительно недавно в сравнении с другими словами. Например, такие слова, как гаджет, слайдер, селфи, инстаграм, бакалавр. Также к пассивной лексике относятся устаревшие слова. Устаревшие слова делятся на две группы. Это архаизмы и историзмы. Историзмы – это слова, которые вышли из употребления вместе с предметами и явлениями, которые они называли. Например, после отмены крепостного права исчезли такие слова, как крепостник, крепостной, оброк, кулак, лапти. Архаизмы – это слова, которые называют существующие предметы и явления, но по каким-то причинам вытеснены другими словами, современными синонимами. Например, В зависимости от происхождения слов, Лексика русского языка делится на исконно русские и заимствованные слова. Например, исконно русские слова. Мать, семья, болельщик, береза, дуб. Иноязычные слова. Сундук, теорема, республика, бутерброд, мемуары, футбол. Итак, давайте подведем итог. Лексика русского языка делится на группы в зависимости от лексического значения слова, делится на многозначные слова и однозначные. В зависимости от смысловых связей между словами делится на амонимы, синонимы, антонимы и паронимы. В зависимости от происхождения слов делится на исконно русские и иноязычные слова. В зависимости от употребления слов слова делятся на общеупотребительные и слова ограниченного употребления. К словам ограниченного употребления относятся диалектные слова, специальные слова, то есть профессионализмы, а также жаргонизмы. В зависимости от употребления слов с точки зрения пассивного запаса лексика делится на активную и пассивную лексику. Пассивная лексика делится на неологизмы и устаревшие слова, которые, в свою очередь, делятся на архаизмы и историзмы. Если вам понравился урок, ставьте лайки. На этом мы заканчиваем. Если у вас есть вопросы, задавайте, мы обязательно ответим.